Рассвет Свараг Что же такое рассвет Сварага, почему мы о нем сейчас вынуждены, как мне кажется, поговорить, и к чему это нас всех ведет, к чему это нас всех обязывает. Вот, пожалуйста, давай со вступления такого и начнем. Да, благодарю, Алексей. Еще раз приветствую всех радиослушателей. Действительно, нужно проговорить этот важный вопрос, что собой представляет рассвет Сварага. Я думаю, вы часто слышали это понятие, в том числе и для обозначения устремлений тех людей, с которыми я себя отождествляю. И давайте расставлять точки над «и», чтобы не было никаких кривотолков. Рассвет Сварага – это то, что в парапсихологии мы можем, парапсихологическим языком, мы можем назвать вектор закономерных изменений. Или, можно сказать, ключ, в котором все меняется. Сейчас мир, я думаю, вы видите, уже вступил. Не то, что раньше он находился на пороге больших изменений, а сейчас он уже вступил в фазу серьезных изменений. Это проявляется на всех уровнях – и на экономическом, и на социальном, и на политическом, и на тонком плане, в духовном отношении, в энергетическом отношении. И я думаю, вы видите, что сейчас непростое время, в том плане, что нет стабильности, все очень неустойчиво, и у людей возникают многие серьезные испытания, они проходят, каждый свои. С чем же это связано? И как это связано с рассветом Сварага? Дело в том, друзья, что рассвет Сварага – это суть устремлений славянского мира. А смысл этого устремления сводится к одному простому знаменателю – качественное изменение самого человека. В первую очередь, как энергоинформационную структуру, или единица энергоинформационного обмена, которая задает сам принцип этого энергообмена. Вот давайте мы зайдем с такой стороны. Что собой представляет человек с точки зрения энергии и информации? Почему говорим с точки зрения энергии и информации? Потому что энергия и информация являются двумя гранями одного и того же. Это первые кирпичики мироздания. Все в нашей Вселенной, все в нашем мире носит колебательный характер. Все есть волны с определенной амплитудой, с определенной тактовой частотой, с определенной интенсивностью. И если мы возьмем телесный уровень человека, то явная материальная оболочка человека и его тело тоже представляют собой уплотненную энергию, заряженную информацией определенного качества. Поэтому человек есть набор, в принципе, энергоинформационного обмена. Но что есть вообще сам человек, его мировоззрение, его истинное «я» с точки зрения энергообмена с окружающим миром? Дело в том, что человек представляет собой принцип энергоинформационного обмена. То есть можно сказать, что каждый из нас – это схема. Схема, по которой осуществляется энергообмен человека с другими людьми и с окружающим миром, с миром природы. То есть с тем, что в буквице отображено «фитой». Или число 9. И сейчас время перехода, которое вы знаете в астрологическом аспекте, это замещение уже всем известно, замещение эпохи Рыб, Рыб и Водолея, а у нас эпохи Лисы, эпоха Иволка. В чём смысл этого изменения? Человек должен качественно изменить энергообмен с окружающим миром. Потому что тот принцип энергообмена, с которым он взаимодействовал с окружающим миром, он больше не работает. Он должен стать более экологичным. Потому что тот уровень, тот принцип энергоинформационного взаимодействия человека с окружающим миром, который был до недавнего времени, он разрушал самого человека, приводил его к самоликвидации, запускал и усиливал процессы старения в нём. И человек быстро себя пережигал, причём не успевая себя реализовать. И счастье, далеко не все люди обретали счастье, именно истинное духовное счастье, именно по той причине, что у них был такой качественный энергообмен. Вернее, качество энергообмена было соответствующее, низкочастотное. Если же мы берём окружающий мир, то экология окружающего мира, конечно, очень сильно страдала от такого энергообмена. Происходило загрязнение, и загрязнение экологии явного мира самое малое из всех тех загрязнений, которые происходили благодаря вот этому алгоритму. И сейчас под воздействием интенсивных космических энергий, которые идут на Землю, людей начинает просто плавить, многих. И каждого это выворачивает по-своему. Невежественные стороны, застарелые какие-то программы, оно всё поднимается из глубин психики, из глубин внутреннего мира человека, выплёскивается наружу в виде каких-то проблем, трудностей, задач, в виде необузданной жестокости, которая у людей имеется, в виде фанатизма, в виде какой-то рьяности нездоровой, в виде агрессии и так далее, в виде чёрствости и гнили. То есть эта гниль поднимается из глубин и выплёскивается наружу в конкретном проявлении. Это обострение является неотъемлемой частью исцеления. Вы помните, что первый шаг исцеления – это обострение. И если какой-то негатив, так его условно назовём, то есть сгусток низкочастотных энергетических вибраций, сидел в человеке, где-то в глубинах его внутреннего мира, человек сам об этом и не знал, то под воздействием космических энергий, которые нисходят на нашу Мидгард-Землю, у людей обостряются, запускаются очистительные процессы. И очистительные процессы сводятся к тому, что то, что дремало внутри, и человек сам об этом даже не знал, оно вылазит наружу и проявляется в виде того, что люди, казалось бы, вроде бы нравственные, духовные, но при этом могут совершать настолько безнравственные, низкие, подлые поступки, которые просто диву даёшься и шокируешься. А почему? А потому что как раз выходит это на поверхность. Люди просто не проконтролировали себя и пошли за импульсом поступить гадко и низко. Но это всё равно и есть элемент очищения. Рассвет сварага, как суть и смысл всех наших устремлений, это чистка на всех уровнях. Очищение, или говоря языком классического богословия, если мы берём катарсис, это очищение внутреннего мира, очищение помыслов и экологизация. И благодаря чему у человека качественно меняется энергетический уровень, то есть качественно меняется энергообмен. Причём обращаю ваше внимание, что энергия измеряется двумя основными параметрами. Это параметр больше-меньше, то есть энергии хватает, допустим, её больше, или человек-генератор энергии, такой живчик-энергайзер, или он, допустим, впавший в уныние, постоянно испытывающий сонливость, то есть нехватка сил или энергии. Это показатель больше-меньше. Есть второй, более важный параметр. Это показатель выше-ниже. Это распределение качества энергетических вибраций. Короче говоря, от человека могут исходить энергии очень высокого спектра. Например, и это благодатные энергии. Некоторые, когда человек находится, вот такой высокочастотный человек попадает в окружение к людям с низкими грубыми вибрациями, у некоторых из них начинают на внутреннем экране, вот они смотрят на человека, а на внутреннем экране видят яркий белый свет, например. Такие примеры бывали. То есть это как раз показатель того, что у человека очень утончённое энергетическое излучение. И он тем самым не только выводит в ноль тот негатив, который есть, но и запускает процесс плюса. То есть он уже приносит на уровне энергообмена, он приносит пользу окружающему миру тем, что он просто есть. И смысл рассвета сварага сводится к качественному изменению самого человека. Чтобы человек не занимался простой накачкой энергии себя с помощью духовных техник, практик, которых достаточно много. Хотя это тоже надо делать, но не это главное. Главное – качественно изменить свою энергию. То есть чтобы она стала более чистой, более высокой, приближенной к божественному, а не более грубой, низменной, которая зиждется на животно-демонических таких инстинктах. Как же достичь этого, если мы возьмём это в качестве такой задачи? Этому посвящено всё то, что мы делаем. Имеется в виду те люди, для которых рассвет сварага является во многом основой их жизни и смыслом их духовного развития. Они стремятся качественно изменить самих себя и помочь меняться близким при наличии у них запроса. Прошу обратить внимание на последнюю часть. Именно при наличии запроса. Потому что каждый сам выбирает свою дорогу, каждый сам выбирает свой путь, меняться или не меняться. Если меняться, то в какую сторону. Лишь при наличии запроса люди могут подключаться и помогать другим выходить на более качественный уровень. Но это не получится сделать, не работая над собой. Потому что настоящая помощь в духовном росте ближнему – это как раз качественное изменение себя. Потому что, как правило, те люди, кто, я уверен, среди наших слушателей есть такие люди, у которых был такой духовный опыт, к вам постоянно обращаются за помощью. Но для того, чтобы помочь человеку, вам нужно что-то в себе проработать. Иначе вы просто не поможете. И человек начинает что-то в себе прорабатывать, качественно меняться, и тогда он помогает ближнему. То есть это бесконечный процесс самосовершенствования, вот что собой представляет рассвет Сварага. Но только применимо в конкретно нынешней эпохе, то есть здесь и сейчас. Бесконечный процесс самосовершенствования в современных реалиях. Теперь более подробно, как же этого достичь. Дело в том, что для этого необходимо менять, для того, чтобы достичь этой цели, необходимо сделать изменение своей энергетической характеристики частью своего образа жизни. То есть не выделять на это отдельно время, а просто жить этим. И все устремления человека как раз посвятить вот этому, качественному изменению самого себя. Причем хочу вам отметить, друзья, что это вовсе не означает себя насиловать, не принимать себя или так далее. Вовсе нет. Человек принимает себя таким, какой он есть. Это важная часть техники безопасности. Он не загоняет себя в шею, не гонит пинками себя, нет. Он просто с любовью, принимая себя таким, какой он есть, хочет стать еще лучше. Вот, в принципе, и все. Для того, чтобы реализовать этот процесс, человеку необходимо получать обратную связь у своих сильных и слабых сторон о своем совершенстве и невежестве. И для этого ему необходимо занимать активную позицию по жизни и заниматься творчеством. Причем творчеством не обязательно, желательно, конечно, чтобы рукодельное творчество, но совсем не обязательно, чтобы оно было таким. Любая деятельность может быть творческой, а может быть механической. Все зависит от того, насколько человек вкладывает душу в плоды своего труда. То есть, проецирует, насколько он заинтересован в результате. И вот по плодам того труда, когда человек заинтересован в результате, можно определить его сильные и слабые стороны. То есть, результат творчества – это зеркало сильных и слабых сторон человека. Дальше человек получил обратную связь у себя. Допустим, он захотел вырезать, ну, к примеру, вырезать кумира, чура, идола. Взял деревянный напил, купил резцы и начал резать. И в итоге он, допустим, резал, он сломал несколько зубцов вот этих, сломал несколько инструментов. Дальше у него получилась какая-то кракозябрина, которая потом треснула, и он при этом порезал себе палец. Я утрирую. Ну, грубо говоря, это результат. Это результат, который показывает, зеркалит внутренний мир человека. Дальше человек в следующий раз купил новый набор для резьбы по дереву. И дальше у него получилось все то же самое, но, допустим, у него получилась кракозябрина, но которая уже не треснула. То есть, что-то непонятное, некрасивое, какая-то непропорциональная фигура, но она хотя бы не треснула. Это уже улучшение. Дальше человек, еще спустя какое-то время, он совершенствуется, совершенствуется, пока внешний результат его творчества не отобразит его внутренний процесс усовершенствования. И вот перед ним, спустя много неудач, наконец-то Чур, кумир-идол, достойный того, чтобы быть на алтаре. Но это не просто произведение искусства, это еще и маркер пройденного пути. Понимаете, поэтому активное творчество является неотъемлемой частью расцвета сварога, точнее механизмом, как человек может изменить сам себя. Дело в том, что если человек хочет качественно изменить результат своего творчества, ему необходимо меняться. И то, насколько сильно он меняется, зеркалится в результате его творчества. Конечно же, друзья, что без чистоты помыслов, без искренности и честности с собой, без жизни по совести, проблематично достичь качественных высоких вибраций. Поэтому очень важно, чтобы человек жил по совести, не декларировал жизнь по совести, а жил по совести. Я думаю, вы сталкивались, друзья, с проявлением того, что люди, декларируя жизнь по совести, далеко не всегда по ней поступают. Это связано, во-первых, конечно, с текущим уровнем осознанности, потому что на каждом уровне осознанности свое представление о совести, это действительно нормально. Но дело в том, что есть еще один момент, который важен. Чтобы сделать представление о жизни по совести более предметным, надо понимать, что жизнь по совести зиждется на честности с собой. Дело в том, что быть честными с окружающими людьми гораздо легче, чем быть честным с собой. Вот почему, друзья, постоянно сейчас и распространились всевозможные медитативные техники, где человек где-то в уединении, в глуши занимается медитацией, не произносит никаких звуков, он обездвижен, сидит в какой-то позе где-нибудь на природе, где внешних раздражителей практически нет. Они сведены к минимуму по сравнению с городом. А для чего это? Это для того, чтобы он остался наедине с собой, чтобы разобрался в себе, чтобы сгармонизировал свое внутреннее пространство, чтобы стал честным с собой. Дело в том, что не получится жить по совести, пока человек нечестен с собой. Честность с собой — это фундамент жизни по совести. И если человек искренне стремится, допустим, жить по совести, но при этом в самообмане живет, то в таком случае он будет совершать безнравственные поступки, и при этом будет абсолютно уверен, что он не вышел за коридор совести. Что я уверен, многие из вас сталкивались с такими проявлениями, в том числе и в наших кругах, в славянском мире. Но это временная мера, потому что людям нужно пройти эту стадию. И здесь хотелось бы более предметно утончить восприятие совести, потому что совесть зиждется, как я уже сказал, на честности с собой. Кроме того, конечно, любая духовная работа, искренность по жизни, чистота, но при этом, конечно, не нужно давать себя... Надо помнить, что когда человек искренне стремится к чему-то светлому и доброму, когда он искренне стремится улучшить себя, у него автоматически возникает вера в лучшее в людях. А это, помимо великой силы, является еще и фактором уязвимости, потому что вокруг таких людей, которые верят в человеческую порядочность, обычно начинают вращаться люди, низкочастотные, с низким уровнем осознанности, которые находятся на паразитических позициях. По сути, бесконечный процесс эволюции, но спроекцированный на современные реалии. А здесь, если есть какие-то, может быть, Алексей, уточняющие вопросы, потому что по этой теме можно долго говорить, поэтому, может быть, как-то ты... Подключусь, хорошо. Значит, вот все, что ты рассказал, это мне напоминает чистку болота когда-то в древности бывшего рекой. То есть была чистая река, спокойная или там бурливая какая-то, неважно, но вот была река. Со временем там появилась какая-то заводь, в эту заводь стали оседать какие-то предметы, и в конечном итоге стал накапливаться ил, стали появляться естественные запрутки, плотинки, и вот в этом русле все в большей и большей степени стали оседать проплывающие предметы, и в конечном итоге стал накапливаться большой слой ила, и мы увидели вот это болото. И наступило время, когда это болото нужно опять разгрести, ил достать и на поля его, грубо говоря, отправить, чтобы он уже как гумус поработал, чтобы уже вырастить какой-то урожай, а реку прочистить, чтобы развести в нем новые виды рыб, новую живность, растения, чтобы как-то оно не пахло не очень хорошо, вот, а чтобы было гаухало, чтобы было приятно и посмотреть, и искупаться, и поплавать по этой реке, и так далее. Вот сейчас как раз такой процесс у нас начался, и многие говорят, ну вот там типа всплывает фекалия, да, ну так а куда же без этого деться? Ну чистка идет, фекалия всплывает, хотите не хотите. Вопрос только, кем вы являетесь в данном случае? Тем илым, тем фекалиями, которые будоражат, и вы из-за этого всплываете? Или вы все-таки те, кто чистит эту реку, а река в данном случае является вашим сознанием, вашим каналом, кто-то называет с абсолютом, кто-то называет с богом, кто-то называет с пращурами, как угодно это называете, своими понятиями. Суть не в этом, суть в том, что чистка канала, преображение своего видения этого мира, своего мировоззрения, вот что сейчас происходит. Другой вопрос, еще раз говорю, к кому или к чему вы себя относитесь? К созидателям, которые это делают самостоятельно? Или просто-напросто вас кто-то будоражит, и вы вот так вот, как не пойми что, всплываете, да еще и пенитесь, да еще чем-то недовольны? Хорошо, но ты сказал следующее, что запрос подразумевает возможность оказания помощи. То есть не надо бежать к первому попавшему, все кричать, дай я тебя спасу. Но ведь есть несколько разновидностей так называемого запроса. Есть запрос реальный, вот подошел человек, слушай, палец поранил, там, или занозу вытащи, да, ты начинаешь действовать. Но есть запросы, которые, они могут быть несколько завуалированы. Ну, например, человек что-то делает, остановился и смотрит, и наблюдает с твоей реакцией. Как ты оценишь? Может, что-то подскажешь? Может, включишься, да? И тут стоит вопрос, если там был реальный запрос на помощь, то здесь завуалированный. И с твоей стороны уже может быть ожидание, ну, так, может, ты слово скажешь, что-то проявишь, давай, помогай. И третий – это когда человек проявляет интерес. То есть ты с кем-то о чем-то разговариваешь, ты читаешь какую-то книгу, слушаешь или смотришь какую-то передачу, и видишь, кто-то на тебя посмотрел и интересуется, а что это ты там делаешь? Вот эти три разновидности. Первое – просто проявление интереса. Второе – это проявление желания. И третий – явный запрос. И вот тут, исходя из всего, не надо так, мне кажется, однозначно слова Андрея воспринимать, что только надо помогать тогда, когда к тебе уже непосредственно обратились. Помощь ведь может быть разная. Надо, мне кажется, помогать в разных случаях, но и проявлять эту помощь, как говоря, она может быть разная, в разных тоже случаях и по-разному. В этом случае ты обратил внимание, что он на тебя смотрит, ну, поверни в его сторону телевизор, пускай посмотрит, да, сделай чуть погромче радио, пускай послушает. Это одно. Это помощь, когда интерес. Когда желание, ты можешь задать уточняющий вопрос, а что ты на меня смотришь? Ты хочешь на меня что-то услышать, к примеру, да, чтобы он проявил себя? Ну, естественно, он говорит, да, хочу. Ну, все, тогда помогай. То есть вот если ты человек осознанный, наш радиослушатель, если ты разбираешься в этих тонкостях, то тогда и тебе жить будет проще. И общаться со разными людьми на разных стадиях проявления интереса, желания и запроса. Вот как-то так. То есть здесь работает старинная наша пословица «развлекай, увлекай, увлекай, направляй». А не так, что ты лезешь сразу, хомут набрасываешь или аркан, и тащишь светлое будущее, не взирая на то, что аркан попал ему на шею, и ты слишком сильно его тащишь, и в будущее ты его дохленьким уже притащил. Вот, так что вот. И самое главное, что я вынес из того, что сказал Андрей, если ты хочешь кому что-то помочь, оказать какую-то помощь, то хотя бы ты должен для этой помощи быть готов и должен созреть для нее. Если ты сам, извиняюсь, в чем-то вонючем, пытаешься кого-то, идущего в белом плаще, но по грязной улице, обнять и перетащить на другую сторону улицы, или перенести через лужу, ну там барышня, например, в белом платье идет, да, а ты только что там в грязи ковырялся, у тебя все грязно, и ты говоришь, да, я тебе помогу, и как схватил ее, и на другую сторону улицы перенес. Ну, в общем-то, так она бы только туфельки свои испачкала, а так, получается, ей теперь в химичистку надо идти. Так вот, если ты еще не готов, не осознал и не понял, вопрос, а куда ты суешься, что ты больной, можешь посоветовать другому больному. Часть своей болезни передать, но он так больной. От него что-то больное взять, ну, это твое уже дело. Вот я это понял как-то так. И давай теперь перейдем к следующему разделу. А почему нам необходимо как-то на это прореагировать? Ну, идет этот рассвет, ну, светится там что-то, ну и что, ну и пускай светится. Ну, как и лежали мы в своем болоте, так и будем лежать. Что нам от этого-то? Да, благодарю, Алексей. Мне очень понравились образы, которые ты сказал, которыми ты сейчас изложил довольно глубокие мысли. Они, причем такие, они с юмором, но при этом они запоминающиеся, но при этом они очень глубокие. Я поддерживаю, конечно, расписываясь под каждым твоим словом. Подожди, я всего лишь навсего иллюстратор в данном случае. Ты писатель, я иллюстратор. Ну, хорошо, да. Итак, почему же нужно меняться и вообще нужно ли меняться? У человека всегда есть выбор. Закон свободы выбора никто не отменял. И дело в том, что далеко не все люди будут меняться и нужно понимать этот момент. Но энергетическое изменение Земли неизбежно. Оно затронет все формы жизни, которые на Земле живут. И людей, и животных, и растительный мир, и мир камней, и мир духовных существ Вселенной, которые у нас здесь проживают. И все остальные формы жизни этому подвержены все. И поэтому активизируются все. Если человек не будет меняться, то в таком случае он будет не готов к изменениям и к тому, что привычный его мир будет куда-то уходить. Дело в том, что внешнее, вот если мы возьмем внешнее отображение нашего мира, то есть реальность каждого человека, его дом, его взаимоотношения, работа, здоровье, линия отношений с близкими людьми, это все есть зеркало текущей энергоинформационной ситуации. И человек к этому привык, к этому болоту, как говорят этим образом. А вот сейчас ситуация начинает стремительно меняться. И человек не сможет отменить эти изменения, потому что эти изменения идут со стороны более совершенных, более высших духовных существ, кого мы называем богами. И это обусловлены космические законы, о нем предупреждали, и предупреждения об этом были даны действительно еще тысячелетия, они отображены в ведах, в ведической литературе. И человек не сможет это отменить. Соответственно, если он хочет в условиях меняющегося мира и меняющейся энергоинформационной структуре найти себя, реализовать себя и качественно изменить свою жизнь, он может дерзнуть, рискнуть и открыться этим изменениям. И качественно работать над собой, чтобы войти в резонанс с этими энергиями и с их помощью что-то изменить в своей жизни к лучшему. И себя изменить, и саму жизнь. А вот если человек не будет этого делать, то он будет идти больше в режиме жертвы этого процесса. Потому что отменить сам процесс он не может, открыться ему он тоже не может. И в итоге он как препятствие на пути потока воды в трубе. Его просто будет сносить. Или же он будет блокировать сам поток. И в итоге это может, если он выступит в качестве задвижки, это может привести к тому, что сама труба может прорвать. И если человек не будет меняться, то у него все больше и больше будут происходить обострения внутренних противоречий и тех запутанностей, которые были не только у него, но и по роду тянулись, и по родовые программы. И родовые программы, кто не знает, это те программы, которые должны быть отработаны в роду, неважно, кто из родичей будет их отрабатывать. То есть, есть индивидуальные программы жизненные, которые проработать должен именно сам человек. А есть родовые программы, которые раскидываются по родичам в разных комбинациях, независимо от того, кто как наивысшей добродетелью в роду считается как раз-таки возможность, добровольное желание взять и начать прорабатывать родовые программы, которые человек не обязан прорабатывать, понятное дело, что не вместо своих, а в дополнение к своим. Прорабатывать не только индивидуальные программы, но и родовые тоже, чтобы родичи могли сосредоточиться на проработке именно своих индивидуальных программ. Сейчас все это будет обостряться, и в итоге, если человек не откроется этому потоку, не начнет качественно менять себя, то он, велика вероятность, что он просто уйдет. Уйдет на перевоплощение, потому что и таких случаев сейчас довольно много. Я думаю, что у многих из наших слушателей есть перед глазами примеры того, вспомните, как много людей ушло из вашего окружения за последние два года. И я уверен, что вы сможете насчитать большое количество человек. Это следствие чего? Люди просто перегорают в энергиях высокого спектра. Их энергетические каналы не приспособлены для работы с этими спектрами. И те каналы, которые приспособлены, их нужно пробудить. Пробуждаются они через чистки, в первую очередь, через духовно-нравственную чистоту. То есть, через искренность, через честность с собой и с окружающими людьми. И если человек делает это, то в таком случае у него запускаются каналы, которые как раз-таки по которым и проходят энергии высокого спектра галактического масштаба. В то время как, если человек не прорабатывает, то он не активирует эти каналы. И энергии высокого спектра ложатся дополнительной нагрузкой на уже имеющиеся энергетические каналы. А они не предназначены для такой пропускной мощности. И они просто начинают плавиться. И человек начинает плавиться тоже. То есть, это может привести либо к психическим отклонениям, не дай бог, либо к физической смерти. Человек вынужден меняться, чтобы выжить. Потому что вот эти космические энергии, которые идут, они его пересжигают и не сплывают, если он качественно не изменится. Если он не активизирует дополнительные каналы восприятия, как раз-таки рассчитанные на эти энергии. Они сплывают в таком случае, что эти энергии не шли. Но сейчас настало время их пробудить, потому что эти энергии как раз и идут. И если человек не будет этим в таком случае, он инерционно протянет какое-то время, но едва ли шансы на выживание в новой, в изменившейся энергетической среде у него минимальные. Потому что у нас выбор по сути невелик. Либо мы становимся качественно лучше, становимся человеками, либо человечество как вид уходит. Но скорее всего, что будет идти просто фильтрация. Здесь совсем не нужно мотивироваться именно выжить, сохраниться в явном теле в этих условиях. Человеку надо поставить другую цель перед собой. Намерен ли он совершенствоваться вообще, революционировать? Или нет? То есть страх смерти должен мотивировать его. А искреннее желание стать лучше, порадовать всевышнего прощера рода. Потому что так не радует родителя, как искреннее желание ребенка как-то стать лучше, взрастить в себе что-то качество. И когда ребенок искренне стремится стать лучше, порадовать своего родителя, и чтобы порадовать своих родителей, это самое большее наслаждение, радость, которое только может быть. Человек сюда и пришел, чтобы эволюционировать, чтобы совершенствоваться. И сейчас время ускоренной отработки всех кармических моментов. На земле наступит золотой век или расцвет сварага. На данный момент мы только к этому идем. и как раз ведическое образование и носит как раз имеет вот такую вот цель в себе взрастить в людях умение меняться, совершенствоваться в лучшую сторону для того, чтобы быть в потоке положительных изменений. При этом хочется отметить, что положительные изменения не всегда бывают комфортными. Иногда через болезнь все это идет. Ну, тогда можно, наверное, так резюмировать, подвести итог сказанному, что хотите вы или не хотите, вообще хотим мы с Андреем или не хотим, это от нас не зависит никак. Это не зависит от сильных мира сего вообще никак. Это то, что даже, наверное, не вмещается в мозгах и представлениях большинства людей, но это существует, это есть, это реальная данность сегодняшнего нашего положения дел, сегодняшнего нашего времени. И перед вами встает выбор. Перед кем-то из-за страха, перед кем-то из-за понимания, осознавания, а перед кем-то просто из потребности. Но этот выбор все равно так или иначе он встает. Если вы хотите как минимум выжить, второе, как минимум соответствовать и как максимум не только соответствовать, но еще и развиваться, то в этом случае вы должны осознать все и сделать определенные не только выводы, но и уже начать что-то мыслить, производить, делать, изменяться, улучшать себя самого. Иначе вы будете тем самым илом, про который мы говорили, который в лучшем случае может попениться, но потом все равно его достанут и выбросят на поля, то есть в утилизацию, для того, чтобы на его основе что-либо взросло. Или вы останетесь теми же животными, как и были, но только если раньше с вами поступали как-то вот ну таксяк наперекосяк, то сейчас будут поступать реально, как животные, потому что изменились условия проживания и все уже более четко обозначилось. Человек отличается от животного в следующем, что человек это осознанное существо, это аз на земле, который ответственен за свои дела, за свои поступки, за ту землю, которому верено, и за окружающий мир вообще. Животное же, он ответственен, животное же, оно ответственно же только за себя саму любимую и за близкое окружение, чтобы продлить потомство, чтобы как-то защитить свою стаю, стадо, и все, вот только за это. И поэтому с животными часто поступают свыше так, как они заслуживают, то есть, волшебными пенделями, стимулами, дубинами, палками, какими-то другими животными в виде хищников или служащих собак, служебных, их загоняют в стойло, их выгоняют на поле, чтобы они паслись, их перемещают куда-то, и так далее, и тому подобное. А здравомыслящий человек, он не требует этих волшебных пенделей, он не требует себе такого отношения, он сам создает условия проживания и себя самого на этой земле, и своего окружения, и находится в ладу с окружающим миром. В общем-то, как и завещали наши предки. Вот такой простой выбор, то ли вы ил, который применяет для взращивания другого, как удобрения, либо вы животные, либо вы аз. на земле. Поэтому хотите, не хотите, кто-то из-за страха, кто-то из-за понимания, кто-то из-за желания, но мы все вынуждены изменять свой образ жизни, меняться под окружающую, меняющуюся среду, под те вибрации энергии, которые тоже меняются, и, в общем-то, не просто выживать, а создавать что-либо так, как должны это делать люди, потомки богов на земле. Ну, я думаю, на этой радужной ноте можно как-то подводить итоги сегодняшней нашей встречи. Давай, конечно. Да, тогда заключение от себя что-то опять такое, скажи, радужное, направляющее, чтобы соответствовало нашей теме рассвет сварога, что это такое. хорошо. Хорошо, благодарю, Алексей. Рассвет сварога, чтобы понять, что это, надо глубоко прочувствовать это понятие. В нем очень многое сокрыто, и Букса помогает развернуть эти два слова в целый принцип, даже набор принципов в глубокую внутреннюю философию. Грубо говоря, смысл сводится к тому, чтобы постоянно совершенствоваться и искренне стремиться стать лучше, не казаться лучше, а искренне стремиться стать лучше ради Всевышнего, ради того, чтобы порадовать его, ну и, конечно, ради блага будущих поколений, безусловно, тоже, то есть ради рода, как Всевышнего, так и земного, ну и рода небесного, конечно. То есть бесконечный процесс эволюции, совершенствования, он невозможен без изменения образа жизни, без изменения вообще всего. Если человек хочет измениться, он должен быть готов к изменениям, это объективно, а для этого необходимо преодолеть силу инерционного сопротивления, потому что психика человека инертна, она сопротивляется любым изменениям. И для того, чтобы стало легче, для того, чтобы запустилось и потоковое состояние, с помощью которого он будет черпать знания из глубин, себя, и чтобы ему легче было по жизни, ему необходимо просто открыться этим переменам, которых человек очень боится. И недаром с словом тренадцать связаны такие тяжелые ассоциации, какой-то страх, хотя число тринадцатого переходим. Нынешнем этапе попробуйте прочувствовать это, открыться переменам, открыться им, и тем самым компенсировать свой страх перед изменениями. То есть, у человека есть подсознательный страх что-то менять, и это мотивирует его закрываться от этих изменений, пытаться сбежать в домик. Здесь необходимо просто открыться этим изменениям и сделать шаг им навстречу. И тогда человек станет не только сам меняться, он будет еще и проводником этих изменений положительных, не всегда приятных, но положительных изменений в жизни окружающей. И есть истинное служение, когда человек делает что-то во имя Всевышнего, а если мы берем применимо к современным реалиям, то во имя рассвета сварага. И если человек будет наполнять любые свои действия, которые он осуществляет образами неизбежного рассвета сварага, духовного перерождения человечества, где будет пережигаться невежество, будут пережигаться вежественные стороны и трансформироваться во что-то более совершенное, то в таком случае рассвет наступит своевременно и уместно, потому что рассвет наступит через каждого из нас. И в зависимости от того, кто как в своем месте в этом неизбежном векторе закономерных изменений будет определяться степень проработанности им кармических привязок, родовых программ, ну и так далее. Жизнь и действия устремления воема рассвета сварага это непростая жизнь. Не надо думать, что жизнь упростится после этого, нет, но она будет непростой, но интересной и осознанной. И в ней будет больше смысл, чем жизнь просто ради выживания и за страх смерти. Нашим же слушателям я искренне желаю мудрости, света, божественной любви, силы делать выбор в пользу того, что правильно. В то время, как, может, время как то, что правильно, не всегда то, что легко. будь честны с собой и рассвет сварога неизбежен. Хорошо, благодарю. Итак, перед каждым из нас появилась новая какая-то установка определиться, кто мы есть в жизни. Первое, к кому мы себя больше относим по нашим суждениям, делам и поступкам? К гнилостному илу, к человекообразным животным, с демоническим основанием, с демоническими мыслями и устремлениями? Или к человеком азом? Выбор за каждым из вас, выбор за каждым из нас, как в мыслях, так в делах, поступках и в результатах. Независимо от того, к кому мы себя отнесем, независимо от того, хотим мы этого и не хотим, рассвет пришел, он наступает, и с этим каждому из нас и окружающей природе приходится считаться. А вот что из этого получится, зависит конкретно от каждого из нас. Построим ли мы державу, так как она должна существовать, или не построим, это другой разговор. Но что-то делать придется. На 7 я с вами прощаюсь, желаю всего самого-самого доброго, до новых встреч, услышимся. Всего доброго. На крылатом коне Русь на легкие тысячелетия Русь Народное Славянское Радио Все нужно, все важно Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова